Как из куска глины вырастают скульптуры? Стоит основной центральный стержень, который и держит всю эту работу. Где стоит самый высокий памятник в Подмосковье? Ну вот сейчас каркас сделаем такой, шарик такой, 7 метров. Вон он маленький, который. Без чего не обходится ни одна свадьба. А это место самое знаменательное, самое душевное. Памятники с необычной судьбой. Весной 97-го года был произведен взрыв. За что могли арестовать скульптора? Когда происходило открытие этого памятника, я не совсем понимал, что происходит. Как создаются мировые шедевры? Сама бронза, она расплавляется в печи. И почему размер имеет значение? Я сделал лошадь сначала, коня, а потом слепил фигуру отдельную. Огромные и маленькие. Известные и забытые. Им молятся, как богам, взрывают и ненавидят. На окраинах сел и главных площадях возвышаются символы эпохи, скульптуры, шедевры Подмосковья. Здесь, в Дмитрове, словно из-под земли выросли бронзовые скульптуры горожан. Учительница гимназии в кокетливой шляпке. Странник с узелком нехитрых пожитков. Юная красавица-огородница, в ногах которой нежится пушистый кот. Здесь есть еще одна такая маленькая тайна. Вот этот кот, например, да, которому до блеска натерли нос. В тот момент, когда я лепил эту скульптуру в глине у себя в мастерской, я услышал писк котенка, который длился где-то с неделю. Ну вот, и этот котенок теперь уже живет у меня все 10 лет. Он стал большим котом, может быть, он тоже родился тогда, когда рождалась эта вещь. Скульптор Алексей Караулов наделил каждого бронзового жителя особым характером. Огородница похожа на его маму в молодости, а странник – православный паломник, который только что отстоял обедню в соседнем храме. Он держит путь от Успенского собора в сторону Борисоглебского монастыря, и далее дорога уходит в сторону Троицы Сергиевой Лавры. Это, собственно, путь паломников. Существует такая легенда, что даже Иван Грозный перед тем, как принять свой царский титул, в простой одежде шел пешком. И никто не знал, кто это такой. Что нам нужно в этой нашей жизни? Да ничего особенного. Вот есть лапти, есть запасные лапти. Это тот же каждый из нас в своем жизненном пути. Бронзовые жители города полюбились местным жителям и тут же обросли слухами и легендами. По мнению дмитровских первоклашек, эта купеческая пара давно охладела друг другу. Кто это? Муж и жена? Плохо, я думаю, кто к ней относится. Потому что он ей на прощание не поцеловал и не обнял. Десять лет назад скульптор Алексей Караулов и архитектор Галина Голикова мечтали, как превратят неприглядное место в Дмитровский Новый Арбат. И главная улица города заиграет другими красками. Когда возникло, наконец, желание эту улицу благоустроить, был объявлен конкурс, и мы в нем поучаствовали. Выиграв конкурс, творческая группа приступила к реализации идей. Первое, что сделали Галина и Алексей, эскизы бронзовых жителей 19 века. Здесь жили вместе и дворяне, и купцы, и фасадские люди, то есть, вот, нищанские и разночинцы. И появились такие собирательные образы. Много лет назад на главной улице Дмитрова не было ни одной скульптуры, посвященной горожанам. Дороги на главной улице были разбиты, а памятники обычным жителям жили только в фантазиях Алексея Караулова. Если бы здесь пройтись лет 15-10, ну, лет 12 назад, в сущности, это была та же самая улица, но она была совершенно иная. Вздыбленный асфальт, знаете, вот какие-то куски, клочки, там, каких-то грунтовых тропинок. Все совершенно разбито. Скульптор Алексей Караулов совместно с архитектором Галиной Голиковой реализовали проект улицы. Проезжая часть стала пешеходной. Появилась площадь для проведения праздников, куда съезжаются туристы и с радостью гуляют местные жители. Первое было впечатление, что люди стали ходить как по подиуму. Вот, они стали чувствовать, ну, что ли, себя в нормальном городе. А главное украшение – горожане в бронзе, которые неразрывно связаны с городскими традициями и историей самой улицы. Эта молодая учительница с тетрадями и учебниками спешит на урок в гимназию, в которой когда-то учились сами голицыны. Здесь вот, в нескольких десятках метров от нее, собственно, та самая женская гимназия, еще 19 века, вот куда она, наверное, и спешит. Этот образ мне по-своему дорог, в нем воплощена моя любимая эпоха модерна. Собственно, костюм тоже об этом говорит. Современные скульптуры дают продолжение традициям. На месте старого музея кукол – новый. Его возглавляет Игорь Батуса. Мы сейчас именно на этой улице, где традиционно был игрушечный дел мастера Талаев, да, и много лет тому назад. И сейчас мы практически на этой же улице опять возрождаем этот же промысел вот у Дмитровя. Вот это и есть фантастика. От творческого замысла до реализации – годы. Сколько людей принимают участие в создании одной скульптуры? И что нужно сделать, чтобы душа ожила в бронзе? Раскрыть секрет создания трехэтажной скульптуры согласился народный художник с мировым именем Александр Рукавишников. Ну, сейчас каркас делаем такой, вот шарик такой, 7 метров. Вон он маленький, который нужно будет увеличить. Вот это все нужно будет, чтобы там повторилось, но в увеличенном, как бы, размере. Сначала задумка, потом глиняный эскиз в небольшом размере. Я много рисую, у меня нарисовано этих самых тетрадок жизненно на 100. Потом я делаю эскиз небольшой и потом делаю в размер сооружения уже. В его руках оживают знакомые персонажи. Юрий Никулин, Федор Достоевский, Дмитрий Донской. Рукавишников сотворил тысячи бронзовых шедевров. Нельзя ждать никакого вдохновения, потому что она рождается как раз из процесса. А когда он тебя уже затянул, у тебя появилась нить с Всевышним, вот тогда надо уже делать то, что важно. Возможно, именно нить с Всевышним помогла скульптору создать памятник Кириллу и Мефодию, братьям из греческого города Солоники, подаривших нам азбуку. Сотворить памятник неизвестным монахам задача не из легких. Все, кто их изображал, все придумывали, какие бы они могли быть, эти два грека, пришедшие из Болгарии, по-моему, если не ошибаюсь. Месяцы работы и скульптура готова. Ну, главное, чтобы там был эмоциональный какой-то заряд внутри. И если это получилось, это давно я делал, но если это получилось, ну, хорошо. Но это, по-моему, главное, потому что кто знает, какие они были на самом деле. Здесь, в Дмитрове, на фоне древних стен собора Успения Пресвятой Богородицы, словно живые, со смирением и покаянием возвышаются Кирилл и Мефодий. А как понять, это только народ может сказать потом, через несколько веков, получилось или нет. Не нам судить. Однако не все скульптуры Рукавишникову удавались быстро и легко. Красивейший памятник Дмитрию Донскому в подмосковной колонне создавался несколько лет. Я сделал лошадь, сначала коня, а потом слепил фигуру отдельно. Сотворить семиметрового Дмитрия Донского помогли опыт и надежная команда. Причем у меня были до этого конные памятники и очень неудобно там каким-то дожечкам, планочкам лазишь, как обезьяна с моими ребятами, студентами, помощниками и все. Но я должен сказать, что получилось. Сложный технологический процесс редко попадает в объективы телекамер. Но для нашей съемочной группы сделали исключение. Это цех художественного литья в Жуковском. Настоящее пекло. Сразу не поймешь, что происходит. Небольшая гипсовая модель должна вырасти в трехметровую бронзовую скульптуру. Мастерам необходимо увеличить памятник в пять раз. На макет наносятся специальные расчетные точки. Затем скульптор-увеличитель прямо в воздухе занимается 3D-моделированием. Когда все эти точки у нас найдены в пространстве, мы переходим в большую раму, в которой мы сейчас находимся. Мой помощник сверху с помощью определенного прибора показывает, где эта точка находится в пространстве. Все. А там у нас уже умножено конкретно на 5,3 раза, например. Если речь идет о конной фигуре размером с двухэтажный дом, то здесь особые требования. Три тонны глины должны крепко стоять на лошадиных ногах. Стоит основной центральный стержень, который и держит всю эту работу. С глиняной скульптуры в реальную величину снимают гипсовые формы и переводят в бронзу. Сама бронза, она расслабляется с печкой. После этого она сливается в прогретый кофт. Потом она сливается в кофт. Кофт доставляется механическим способом, то есть краном, доставляется до места заливки. И потом уже происходит сама непосредственная заливка бронзы. Заливка бронзы завершена. Осталось остудить памятник. И скульптура готова. Шедевры с необычной судьбой. Весной 1997 года был произведен взрыв. За что могли арестовать скульптора? Когда происходило открытие этого памятника, я не совсем понимал, что происходит. Какую тайну хранит памятник Николаю II? Они стоят там на снегу, на коленях и каются. Как создаются мировые шедевры? Я вдохновился, я понял, что я незрелый был в профессию. И кто они? Наследники великих династий творцов и скульпторов. Это кровь. Никуда от этого не денешься. Сын известного скульптора Вячеслава Клыкова Михаил показывает одну из лучших работ отца. Последний раз Михаил был здесь еще ребенком. Мы приехали с вами в село Радонеж, где установлен памятник работы отца. Памятник Сергею Радонежскому. Здесь есть очень красивый храм. На территории храма недавно была установлена часовенка в память о Матрёне Московской. Вячеслав Клыков был верующим человеком, поэтому решил установить скульптуру на территории православного храма. Когда Михаил был маленьким, они часто приезжали сюда на выходные. Это чудное место. Мы приезжали с отцом косить траву на троицу. После этого грузили все это в машину и ехали травой и березовыми ветками украшать мастерскую. Отец очень любил выезда на природу, а также он считал необходимым соблюдать традиции. А украшать хату на троицу, как он говорил, это одна из важнейших русских традиций. Вячеслав Клыков лепил памятник Сергию Радонежскому, когда вера в Бога официально не приветствовалась. Из-за своей убеждения можно было получить массу неприятностей. Сергия Радонежского скульптор изобразил в двух ипостасях. Мальчика с образом троицы в руках и великого старца. Я думаю, что такой памятник мог создать человек с довольно глубоким уже на то время внутренним миром и человеком, если не понимающим, то начинающим понимать ипостаси. Михаил помнит день установки памятника. Тогда радостное событие было омрачено. Власти объявили открытие скульптуры вне закона. Я понимаю, что отец не взял ни меня, ни маму на открытие памятника, потому что понимал, что не все так гладко и не знал, чем это все закончится. Это мы сидели с мамой дома и чего-то ждали. И предчувствия семью скульптора Клыкова не обманули. В тот день, когда отец вез вот этот памятник на дороге, его остановил кордон милиции. Памятник был перевезен в другое место. Скульптора заключили под домашний арест, а памятник конфисковали. И только спустя 9 месяцев памятник все же установили там, где и хотели верующие. 8 или 9 лет, когда происходило открытие этого памятника, я не совсем понимал, что происходит. Потом, с годами только начинаешь понимать, потому что после этого памятника отец в основном творил памятники тем русским людям, на кого можно было равняться. Сегодня в село Радонеж съезжаются туристы и паломники со всего мира. Поклониться Сергию Радонежскому, набрать воды из святого источника. Там находится источник святого Сергия Радонежского. Очень приятно, сейчас он облагорожен уже. Помню, раньше там просто торчали трубы. Место, которое когда-то называлось нежелательным для посещения, сегодня центр православной культуры, а памятник Сергию Радонежскому символ веры. Чем меня нравится и привлекает это место, так это своей некой умиротворенностью, какой-то благодатью. Грубили! Пять! Шесть! Семь! Двое! Нынче памятник преподобному облюбовали молодожены. У Александра и Анны сегодня особый день. Они верят, что святой убережет их семью от несчастья и искушений. Это место самое знаменательное, самое душевное, самое хорошее место. Душа тут улыбается и поет. Просто такой хороший чистый. скульптуры Клыкова вместе с автором переживали тяжелые времена. Эта мастерская на Большой Ордынке хранит экспозиции его работ, многие из которых уже никто не увидит. это есть мастерская. Здесь мы работаем, живем. Есть ли ауральная ситуация, почему нет? Дело известного скульптора продолжает его сын Андрей и внук Николай. Ну, скажем так, это третье поколение скульпторов Клыковых. поиск Николая. Ну, в данный момент он чистит петлю. А это палочка называется стека. Помимо руки и пальцев это наши основные инструменты. Младшему Клыкову доверяют самое сложное. Ведь он вырос в мастерской и все детство провел с податливой глиной. Это кровь, все. Никуда от этого не денешься. А это просто жизнь. Все. Ну, ничего другого не может быть от того, что ты варишь каркас, уже кайф получаешь. Набираешь, прорабатываешь. Весь процесс от начала до конца. Литейки. Ну, это своя романтика. Восстановить костюм того времени без снимков и видеозаписей непросто. В помощь скульпторам богатая фантазия и солдатский сапог. Поэтому нам приходится фокулировать либо какими-то фотографиями, либо живописными рисунками, либо скачанными из интернета файлами, которые уже изначально некачественны, да? А шапог это наша шпаргалка. Заказчик отказался от этой работы, поэтому скульпторы планируют преподнести ее кому-нибудь в дар. То же случилось с известным памятником Николаю Второму, исполненным самим Вячеславом Клыковым. Это одна из немногих работ, где я практически не принимал участия, честно скажу. Было предложение, причем в те времена Ельцин его даже одобрил. Но потом все-то резко отыграли назад, я не знаю по каким причинам, политически или его подоснову не позволил, я не знаю. Когда от памятника отказались, скульптор решил установить его на Мытищинской земле в селе Тайнинское. Это место для Романовых было перевалочным пунктом, куда царская семья приезжала на православные праздники. Первый памятник был поставлен так, что он лицом смотрел на храм, а задом тыльной стороной был повернут в Москве. И злые языки сказали, что таким образом скульптор в какой-то степени пошутил, так вот пошутил над москвичами. Бронзовый памятник высотой 5 метров был выполнен из толстых листов меди, соединенных по принципу чеканки. А литыми были только голова, держава и скипетр. Но в таком виде памятник просуществовал недолго. Через 7 месяцев террорист заложил 200-граммовую шашку и рано утром весной 97-го года был произведен взрыв и Вячеслав Михайлович Клыков сказал, я отолью памятник так, чтобы пусть его хоть из пушки разбивают, все равно ничего не получится у них. И действительно, буквально через два года Вячеслав Клыков создал новый памятник, надежнее прежнего, литой. Установили его подружески между Москвой и Подмосковьем. Дело в том, что этот памятник уже Клыков поставил именно как положено памятнику на восток. То есть он стоит боком к храму и боком к Москве. Таким образом, этот памятник является как бы примирением. Сегодня памятник возвышается над селом Тайнинское. А ночами, как утверждают очевидцы, здесь собираются странные личности. Ритуалы у памятника беспокоят служителей из соседней церкви. Соседство такое неблагоприятное для нас. Есть такое движение, которое около этого памятника, они называются покаянищики. Они проповедуют покаяние, что вот все, весь русский народ виноват в смерти государя. Они приезжают вот раз примерно в месяц и там около памятника самое печальное, что они стоят там на снегу на коленях и каются. Ну, то есть мы не участвуем в этом движении. Но деваться некуда. Николай, как и его последователи, часть истории. По улице Подольска неспешно идет Маргарита Павловна навстречу к своей давней подруге Екатерине Второй. С ней у нее много общего. Императрица основала общество дворян, в которое Маргарита Павловна входит уже восемь лет. И мне, как потомку двух дворянских семей, которые служили и защищали Российскую империю, очень радостно, что в современном Подольске поставили памятник императрице, которая не только присоединила Крым, заложила такие замечательные города, как Одессу, Екатерина Слав, теперь Днепропетровск. Но еще и возвела Подольск статус города. Каждое утро, прогуливаясь по площади, Маргарита Павловна наблюдает, как императрица занимается обычными государственными делами. И скульптура оживает на ее глазах. Наделить бронзу реальными чертами императрицы удалось известному скульптору Александру Рожникову. Определенная часть подольчан глава города Николай Игоревич Пестов вообще эту работу купил в Санкт-Петербургской Академии Художеств. Что для меня, так сказать, тоже приятно. То есть, как бы, со старыми мастерами ассоциирует мою работу. Для меня создание этого памятника, а еще больше открытие его, это для моей творческой биографии было очень, так сказать, сильное потрясение. Позитивное, приятное потрясение. То есть, я вдохновился, я понял, что я не зря я выбрал профессию. Александр Рожников стал скульптором совершенно случайно. Вернувшись из армии, он заметил, что рядом с домом появились курсы лепки. Увлекшись глиной, мужчина понял, что это может стать делом всей его жизни. Преподавала там Антонина Васильевна Кузнецова, профессиональный скульптор. Она мне дала анатомическую голову. Я за пять сеансов, в сеансе три часа, сделал копию из глины. Она говорит, ты лукавишь. Вот и после того, как я слепил еще анатомическую фигуру Гудона, значит, никаких средних художественных училищ, тебе надо поступать в Строгановку, в высшее учебное заведение. Благодаря этой уникальной женщине я вдруг поверил, что я талантлив, ну и поступил со второго раза в Строгановку. вот так я стал скульптором. Маргарита Павловна преподавала русский язык в разных странах. Последние 15 лет потомственная дворянка живет в России. Женщина признается, что теперь ни за какие деньги не променяет жизнь в родном Подольске на заморские перспективы. Когда я смотрю на этот памятник, я вспоминаю великую русскую историю своей страны. Мне приятно, что город связан с именем Екатерина. Памятники Подмосковья – часть многовековой истории России. Увековечить ее в своих работах – не об этом ли мечтает каждый скульптор? Горожане и памятник игрушки в Дмитрове, Николай II в селе Тайнинское, Сергий Радонежский в Радонеже. Бронзовые громады на центральных площадях и окраинах Подмосковья поражают воображение своим масштабом и революционным замыслом. В металле оживает душа, продолжая жить в истории домов и улиц, неразрывно переплетаясь с судьбой своего народа. Субтитры создавал DimaTorzok